Приветствую всех! Это Ассоциация Победителей Олимпиад. С вами культурный политолог. Здесь мы разбираем, какие социальные и политические смыслы сюжета, явные или скрытые, есть в фильмах, сериалах, книгах, видеоиграх и так далее. Сегодня мы с вами обратимся к теме супергеройки и, в частности, фильмам про Человека-паука. Несмотря на то, что сейчас роль прочно удерживает Том Холланд, мы с вами вернемся немного назад и обратимся к фильмам Сэма Рэйми. Человек-паук — это один из наиболее популярных, один из наиболее известных поп-культурных персонажей в целом и, наверное, самый известный, самый популярный супергерой. А с чем же связана такая популярность? Давайте разбираться. Ну, казалось бы, персонаж очень простой. У него есть четко локализованный ареал, в котором он творит свои геройства, при этом не такие масштабные и не такие глобальные сюжеты с ним происходят. Ведь вроде бы есть персонажи, которые занимаются спасением галактики, спасением планеты и в целом проблемы, которые они поднимают гораздо более масштабные, гораздо более серьезные и требующие задуматься. Но на самом деле именно в этом и сильная сторона Человека-паука. Он понятен каждому из нас, потому что он работает в городских условиях, у него есть проблемы, связанные с личной жизнью, как у его альтер-эго Питера Паркера, так и у самого Человека-паука. Есть разрыв между профессиональной деятельностью в лице супругеройства и между личной жизнью Питера Паркера, и одновременно с этим он не стремится быть лучше, чем он есть. Это персонаж, который ошибается, персонаж, который оказывается в неприятных условиях, персонаж, который далеко не всегда поступает правильно и сам размышляет о том, как ему быть. То есть на самом деле Человек-паук гораздо больше говорит об отдельном человеке и гораздо ближе по пониманию проблематики и по пониманию душевного устройства, нежели какие-то более глобальные, более масштабные персонажи. Именно с этим, именно с близостью и с понятностью связана популярность Человека-паука как персонажа. При этом Человек-паук как персонаж встраивается не только в моменты личного развития, личного взаимодействия, но и в те социально-политические схемы, те социально-политические моменты, которые присутствуют в жизни каждого из нас. Именно поэтому нам гораздо проще понять Человека-паука и ассоциировать себя с ним. Именно поэтому фильмы с ним и в целом все это с ним пользуются такой популярностью. Кто я? Вы вправду хотите узнать? История моей жизни испугает тех, кто слав духом. Если вам сказали, что это веселенькая повестушка и что я самый обычный парень, не ведающий забот, вас обманули. Итак, давайте вернемся к самим фильмам. В 2002 году выходит фильм «Человек-паук», который режиссировал Сэм Рэйми. Это был первый высокобюджетный голливудский фильм о Человеке-пауке. И снимая его, Рэйми хотел сделать не просто красочную историю, а по сути драматический сюжет о том, как супергерой получает свои способности, вступает в конфликт, преодолевает его и в итоге становится тем, кого мы знаем. Такие серьезные сюжеты, такие серьезные подходы и были подняты во всей трилогии Рэйми. И вот «Человек-паук» 2002 года стал его началом. В этом видео не буду много говорить о фразе «с великой силы приходит великая ответственность», потому что это сделали многие до нас, и сделали это очень качественно. Да, но здесь мы постараемся раскрыть и другие моменты, которые, по сути, вытекают из понимания того, что с возможностями приходит и ответственность за реализацию этих возможностей. В принципе, ключевой сюжет фильма — это становление супергероя. И новоявленный герой вынужден столкнуться с зеленым гоблином, суперзлодеем, который появляется вместе с пауком и при этом знает тайну личности. Это, конечно, приводит к конфликту между Питером Паркером и «Человеком-пауком». В итоге выбор приходится сделать очень тяжелый, и в том числе основанный на тех социально-политических традициях и структурах, о которых мы с вами поговорим в дальнейшем. Ну что ж, давайте перейдем к их обсуждению. В нашем социально-политическом разборе я бы хотел заострить внимание на двух моментах, которые являются наиболее интересными и при этом часто не всплывают при неспециализированном просмотре фильма. Здесь мы будем использовать определенную оптику исследователя, поэтому где-то мы будем конструировать контексты и развивать их в рамках нашего фильма. Итак, давайте приступим. В одной из сцен зеленый гоблин говорит слойку-пауку следующую фразу. Ну, каждому свое. Я выбрал свою стезю, ты выбрал стезю героя. И поначалу они сочли тебя забавным, жители этого города. Но есть то, что им куда милее геройство. Промахи героя, его падение и гибель. Несмотря на все, что ты для них сделал, они тебя возненавидят. Так зачем надрываться? В этих словах заложен на самом деле очень мощный социально-психологический механизм. Мы воспринимаем информацию. И в принципе мы живем в таком мире, где информация, знания, то есть об этом мире являются залогом выживания изначально, да, а в дальнейшем и успеха в этом мире, в том числе социальном. Поэтому нам, конечно, интересно узнавать о том, что происходит в мире и обращать внимание на сюжеты. Но так устроено наше социальное восприятие, что мы с гораздо большим интересом смотрим за сюжетами, которые связаны с негативом, связаны с потрясениями, с катастрофами, связаны с какими-то опасными моментами. Почему же? Это связано с тем, что эволюционно гораздо более полезной является информация, которая связана с опасностями. Потому что, зная о том, как отбежать опасности, либо имея опыт другого по избеганию этой самой опасности, мы с большей вероятностью применим его в нашей жизни. Именно поэтому, когда мы говорим о наблюдении за героями, нас гораздо сильнее пролечает неудача героя, чем его успех. В первую очередь потому, что мы этого не ожидаем. Мы ожидаем, что герой будет успешным и герой совершит свое геройство. Поэтому его провал является для нас чем-то беспрецедентным и чем-то неожидаемым. И вместе с тем, провал героя — это сигнал для нас, как не стоит ввести себя в ту или иную ситуацию, чего нужно избегать, что представляет наибольшую опасность. Именно поэтому падение, к примеру, любого политика или скандалы с медийными личностями привлекают такое внимание. Здесь запускаются первичные психологические механизмы, которые в дальнейшем трансформируются уже в медийный интерес и далее в социально-культурный капитал. В общем-то, именно по такой логике очень часто работают избирательные компании и пиар-компании. То есть привлечение к инфоповодам идет на основе рисков, идет на основе страха потери чего-либо. И в этом плане, конечно, эта фраза Зеленого Гоблина полностью отражает те инструменты, те механизмы, которые используются в современном медийном поле и в современных даже новостных заметках. Ты же всегда жаждал именно этого. Власть, полная и безраздельная, о которой ты даже не мечтал. Одно существо может нас остановить. А если залучить его в союзники, представь себе... Кстати, примерно по такой же логике нас интересуют сплетни, поскольку эта информация, помимо того, что обычно связанная либо с негативом, либо с какими-то подозрительными вещами, так еще по сути она является такой полузапретной, поскольку громко не артикулируется, не разглашается. Это исключительно приватная информация, которая переходит от человека к человеку. То есть можно сказать, что Зеленый Гоблин — это не только злодей, но и такой изощренный психолог. Стань моим союзником! Вообрази, чего мы могли бы добиться вместе! Что мы могли бы создать? Или наоборот, разрушить! Другой важный сюжет связан с Daily Bugle, газетой, в которой работает Питер Паркер. Главный редактор этой газеты, Джей Джона Джеймисон, лютой ненавистью ненавидит человека-паука. Поэтому на всех газетных заголовках должна быть фраза о том, что человек-паук — это угроза, либо он представляет опасность, либо он сделал нечто негативное. Вне зависимости от того, как именно и что именно делал человек-паук. В общем-то, ключевая задача Джеймисона — это очернить паука и представить четкий образ, четкий взгляд на него со стороны редакции. Такая политика, конечно, очень ярко демонстрирует то, как работают сегодня многие медиа. Они показывают свою точку зрения, выдавая ее за некоторый объективный взгляд. При этом, конечно, оборачиваясь и на те рейтинги, на тот интерес, который есть у читателей к тем или иным темам. То есть, если читателю будет интересно читать про злого, лютого и паука, то газета или иное другое медиа, конечно, будет продолжать про него писать именно в той риторике, именно в той логике, которая нравится читателю. Вместе с тем, нельзя, конечно, отметать и фактор личной приязни или неприязни журналиста, редактора, главного редактора к тем или иным сюжетам. Поскольку есть авторская оценка, есть интерпретация, которую представляют журналисты, и здесь, естественно, всегда присутствует определенный фактор личного интереса, определенный фактор взглядов и каких-то своих представлений о реальности, о критериях, которые используются для оценки этой реальности. Поэтому действительно, вот такой пример медиа, которая использует тенденциозность и в освещении тех проблем, с которыми работает, предлагает свою точку зрения, основанную, во-первых, на тенденциозности самого главного редактора, а во-вторых, на интересе читателей. Это, конечно, тот фактор, который работает сегодня практически со всеми СМИ, и который заставляет нас критично относиться к любым информационным сообщениям. Кто такой Человек-паук? Да преступник, вот кто он такой! Линчеватель! Угроза и опасность! Как он попал в мою газету? Мистер Джеймисон, ваша жена на первой линии, она спрашивает... Мистер Джеймисон, проблема с шестой страницей! У нас проблема с первой, заткнись! Да! Ну? Это сенсация! Там важные клиенты, они не могут ждать! Подождут! Он шестерых вытащил из того вагона в метро! После того, как подстроил крушение! Что ни случись, этот ползучий гад тут как тут! Смотри! Руки в ноги и бежать! О чем это говорит? Он не пытается сбежать! Наверное, спешит на помощь кому-нибудь еще! Он же герой! Тогда почему он в маске? Зачем эта тайна? Она хотела узнать, что купить для обивки, ситица или шиниль? То, что дешевле! Мистер Джеймисон, ситуация такая! Мы просчитали с шестой страницей! Мы отдали и Мэйси, и Конвою по три четверти страницы! Мы продали четыре тиража! Продали? И полностью продали! Человека-паука на первую полосу из приличной фотографии! Переместите Конвою на седьмую! Седьмой проблема? На восьмую! Избавьте цену на 10%! Нет, на 5%! Это невозможно! Пошел вон! Фильмы про Человека-паука, да и фильмы про супергероев в частности, далеко не так просты, как может показаться на первый взгляд. На самом деле они в такой иносказательной, полумифологической форме отражают те социальные, культурные, политические процессы и экономические процессы, которые в нашем обществе происходят. То есть это тоже такой способ исследования и переосмысления нашей с вами социальной реальности. Смотря на них нашей оптикой, оптикой исследователя, мы можем гораздо больше увидеть, чем видно, на первый взгляд, в сценариях, и связать определенные сюжеты, определенных супергероев с переосмыслением и комментированием тенденций в обществе и даже целых отдельных явлений и сфер. С вами были Ассоциация Победитель Олимпиад и культурный политолог. Помните, знание — сила, а с великой силой приходит великая ответственность.